20 лет разрушали ключевые отрасли экономики, от которых зависит независимость и суверенитет страны. Дорогие мои, грядут нелегкие времена, грядет час испытания и вопрос стоит так, удастся ли этой власти в очередной раз, прикрываясь внешними угрозами, нападками якобы на их кошельки, сохранить влияние на людей или народ разберется до конца, как это происходит сегодня на Украине. Да, Украина еще один упрек нынешним властям. Вот такие сегодня единороссы, вот так они все отрицают. Еще раз, друзья мои, праздник, прекрасная погода. Мы стоим плечом к плечу. Мы товарищи, мы единомышленники, потому что у нас болит душа за родину, за нашу страну, за родных и близких. И мы понимаем, что то, что происходит в стране, не должно происходить. Мы понимаем, что на востоке Украины зреет гнев народа. Обратите внимание, как называют они свои республики. Народные народы. Народ Украины, восток Украины просыпается. Народное неизбежно должно прийти к социалистическому. И Россия тоже будет великой только тогда, когда станет социалистическим. С праздником, дорогие друзья! Сил, здоровья и великое всем единство нам всем вместе. Да здравствует первое мае! Ура! 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 Дорогие товарищи, начнем с того, что я хочу поздравить вас с нашим, безусловно, праздником международной солидарности трудящихся. Последнее время у нас есть одна большая победа. Это Крым. Я говорю у нас. Потому что я помню, как в 90-м году, когда съезд народных депутатов России в ослеплении голосовал за декларацию о так называемой независимости. Я думал, то ли я сошел с ума, то ли съезд сошел с ума. Но, слава богу, руки за это безобразие не поднял. Я помню Беловежскую пущу в 91-м году, которая фактически реализовала план Барбаросса. Я помню 97-й год, когда голосовался большой договор с Украиной. Я голосовал против этого договора из-за Крыма. И даже получил письмо от жителей Севастополя, от русской общины, что они приглашают меня как почетного гостя. И, наконец, побывал в Крыму и Севастополе, но только в этом году. Сейчас те, кто когда-то нас за это ругал экстремистами, империалистами, еще не весь какими словами, теперь сами любят рассказывать анекдоты вроде того, что Юлия говорит Владимиру, я верну Крым, Владимир говорит Юлии, Крым-то уже вернула, теперь подумай о юго-восточной Украине. Так вот, я убежден, что спустя много лет была признана наша правота, правота тех, кто всегда выступал против разрушения Советского Союза, и кто готов был собирать хотя бы его части. И давайте вместе проскандируем, Крым это наша победа! Крым это наша победа! Крым это наша победа! Крым это наша победа! Но пока единственное, потому что во всем остальном, что касается экономической политики и политики по отношению к человеку, все продолжается. Да, председатель правительства России говорит, что положение в экономике кисляк, но ему виднее, он этим руководит. Президент говорит, что прежняя экономическая модель себя исчерпала, ему виднее у него больше информации, мы про это говорили уже больше 10 лет, она с самого начала была никуда не годной. Но ведь что происходит? Когда был предыдущий экономический кризис, 85% всех денег было потрачено на помощь олигархам, и то не всем, а тем, кто поближе к телу власти. И сейчас начинается все то же самое. Вот поэтому я думаю, что мы поступим правильно, если вместе проскандируем. Сами платите за ваш кризис. 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 Требуем социальной справедливости. Вместе. Требуем социальной справедливости. Требуем социальной справедливости. Требуем социальной справедливости. Я думаю, что мы поступим правильно, если потребуем образование для всех. Образование для всех. Образование для всех. Образование для всех. И так почти по любой позиции. Почти по любой позиции. Поэтому нам кажется, мы не можем ограничиваться полумерами. Мы не можем говорить, что вот кто-то там царь хороший, бояре плохие. И нашим лозунгом должно быть новый курс, новое правительство. Дорогие друзья, я от всей души поздравляю вас с нашим праздником. С первым мая. Ура! Субтитры создавал DimaTorzok